Серед постійної напруги, нехай спорт підтримає тебе! Выложили фотографию для пермяков с надписью «Привет із Авдеєвки! Кошмарин по полной! С нами Бог!» Жители Перми спрашивают «А, так вы там мародерите, да?» Защитнички. Из чужой квартиры все, наверное, вынесли. Там же икона над дверью висит. Очень по-христиански. Жена освободителя из Смоленской области. Жалуются, что ей приходится пешком ходить. На дворе 21 век. Почему я должна идти пешком? Я человек, гражданин Российской Федерации. Мой муж, участник СВО. Пятый раз уже там за ленточкой. Но почему ж я должна ходить пешком через вот эти озера и реки? Шойгу, Герасимов, где моя белая лада? Что ж это такое? Я гражданин Российской Федерации. Законопослушный гражданин. Я законопослушный гражданин. Мой законопослушный муж законопосложно в чужую страну поехал грабить и убивать мирных людей за деньги. Несмотря на то, что мой муж выполняет служебные обязанности на спецоперации и уже не в первый раз, извините, два года туда ездит. А что за обязанность такая служебная? Ношенные трусы тебе домой привезти? Мы, семья, участника СВО. Живем, купили дом, чтобы детям было хорошо на свежем воздухе, за городом. В итоге попали в какую-то ловушку водяную. Вот, ну как дети пойдут по вот этой... Вот, лед! Внизу лед, вода. Я взрослый человек. Ну, сантиметров 20 сейчас. Вот он, обрыт. Я гражданин Российской Федерации. И почему я живу в таких условиях? Администрация. Алло. Че за дела? Путин сказал, ну, новая элита России. Посмотрите, вот, вода. То есть, сантиметров 20, а то и выше. Какое-то безобразие. Полное безобразие, понимаете? Полное, полное безобразие. Просто безобразие. Безобразие полное. То, что твой муж сейчас в Украине убивает мирных людей и грабит дома, это, видимо, не безобразие. Правильно? Прошу очень обратить внимание компетентные органы. Компетентные органы. Буданов, Малюк, обратите внимание. В Белгороде. Затпатриот в торговом центре подошел к аниматору и говорит, а вас не смущает, что это костюм супергероя из страны НАТО? Скажите, пожалуйста, за вас торговка инициатива. Мегагрин. 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 Мегагрин, да. Каждое его сотрудничество из страны. А может, чик-сагентство, аниматор. Я понимаю, просто вас смущает, что натовский супергерой, а вот там защитное инженерное сооружение от бомбежек. Это что за костюмы такие? Вот. Вот какие надо носить костюмы. Надо быть культурно ближе к народу. Я понимаю. Ну, должно как-то, наверное, прийти в голову. Согласна? Согласна. Что это что-то нездоровое. Вот. Вот нормальный, здоровый, дружественный костюм. Донесите нам руководству, что это не годится. Хорошо? Руководству, говорю, донесите. Пока я на вас не донес. Китай разорвал связи с платежной системой МИР после того, как в США ввели санкции. Система МИР. Название больше не актуальное. Теперь это платежная система из ГОИ. Традиционные христианские ценности. Затпатриоты украли цветы, которые принесли Алексею Навальному. И отнесли их на могилу Пригожина. Решением сотрудниками Чивука и неравнодушными люди, которые не признают, что чтят память Навального, было признано, что цветы оттуда, где находится камень на Лубянке, надо забирать и приносить сюда. А печенье и конфеты где? По дороге сожрали. Брянские менты меряют глубину дорожных ям, не имеющим аналогов лазерным наноприбором. Кстати, Россия единственная страна в мире, в которой единица измерения глубины один ящик. 28 февраля Москва, нам технологии из Сколково переехали. 25 февраля Илон Маск. Это Москва, это что? Илон Маск, система для возврата твоих ракет из космоса. Он уже опробован и проходит боевое тестирование в Москве. Привет, обманутый россиянин. Вот наше величие. Человек вроде одет хорошо, не бомж. Но все-таки в этой жизни ему не хватает. И не хватает денег. Денег на нормальное существование. По-любому он получает пенсию 12 тысяч. Путинские. Из них он 5 тысяч 500 рублей отдает за коммуналку. Тысячи три в месяц отдает на лекарства. Ну и остальное ему остается добирать вот в этом баке. Он каждый день сюда приходит. Он каждый выбор из-за Путина голосовал. А теперь каждый день сюда приходит. Это стабильность. Не, не стабильность. Закономерность. Привет, обманутый россиянин. Я сейчас в Дании. Живу здесь 6 лет. Последние два года работаю ночью. Почтальоном. И хочу показать свою работу. Сейчас 3 часа ночи, полчетвертого. Моя работа заключается в том, чтобы доставить людям посылки, которые они получат утром. Я сниму обзор на экскурсии. Обсканировал. Сфотографировал, что я доставил. И пошел дальше. У меня обсканировано. Еще раз. Последняя посылка на этой улице. Хочу показать, что впереди автобусная остановка. Ночь. Люди спят. Посылки я оставил. Обратите внимание, какая чистота, красота. И самое интересное, что до утра никто не тронет эти посылки. Кстати, недавно купил своей дочке iPhone 15 Pro Max. Точно так же утром проснулся и обнаружил его у себя по двери. Интересно, у вас там так же? Да, у нас тут так же. Я и сам жду, пока соседям кто-то новый iPhone 15 Pro Max. А так вот по двери принесет и оставит.